На Десюшевском месторождении продолжается устранение последствий разлива нефти. На сегодняшний день на ликвидации утечки задействовано 10 сотрудников компании «Полярное сияние». Накануне к месту происшествия вылетела межведомственная рабочая группа, в которую вошли сотрудники Росприроднадзора, прокуратуры, Ростехнадзора и представители Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа. Вместе с ними в рейд отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Алины Ваучейской. 10 кубометров черного золота, лежащие на поверхности земли, картина поистине страшная. Мы находимся на Десюшевском месторождении. Это 200 километров от Наринмары, столицы Ненецкого округа. И здесь накануне произошла утечка нефти. Началось все вот с этой скважины. Основная причина произошедшего – коррозия на одной из труб, что в свою очередь привело к разгерметизации скважины. Нефть вытекала из отверстия диаметром 2 миллиметра. Разлив обнаружили операторы по добыче нефти. Они же занимаются ликвидацией утечки. Самый крупный очаг разлива нефти у скважины, на которой и произошла утечка. Для сбора черного золота используют мотопомпу. Шланг опускаем в нефть, запускаем в помпу и по шлангам она уже поступает в сборную емкость. А дальше эта емкость герметизируется? Ну да, она герметизируется. Там есть подогрев. По зиме ее отсюда вытащат и утилизируют. Общая же площадь разлива по предварительной оценке – 200 квадратных метров. Для очистки территории используются сыпучий сорбент и специальные салфетки. Куда складируется снятый грунт и нефтяная смесь? Это все складируется в эти бочки. Сейчас дополнительные бочки привезли. Мы вчера заполнили около 20, они закончились. После их заполнения они будут помещены в одно место. Где-нибудь вот здесь, например. И зимой, зимником уже мы их вывезем. Так вам надо будет оборудовать эту площадку? Да, мы оборудованы. Да, мы должны соответствовать требованиям, чтобы… Это как у меня? Зимой, зимником мы вывозим на ЦПС. У нас там есть специальное оборудование, где все утилизируется. Со слов представителя компании «Полярное сияние», в 250 метрах от разлива расположено два водоема. Угрозы их загрязнения нет. Вблизи озера и реки выставлены боновые заграждения. Ну туда точно это пятно не дошло. Значит, здесь где-то длина вот этих бонов, где-то метров 30 отсюда. Основная причина, что туда нефть залилась, то, что были разрушены оболовки вокруг скважинной площадки. Вот ее надо будет сейчас восстанавливать. Для осмотра территории на место происшествия прибыли сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми и Неницкому округу. В ходе рейда проведена фиксация точек по периметру земельного участка. Для определения содержания нефтепродуктов и выявления причиненного вреда отобраны пробы почвы и воды. Установлено, что нефтепродукты присутствуют на территории отсыпки промышленной площадки номер 6 Дюсюшевского месторождения, а также на находящемся рядом земельном участке. Данный участок относительно территории отсыпки находится в низине. На момент осмотра обводнен. Визуально определяются следы нефтепродуктов и рассыпанный сорбент. В состав рабочей группы вошли и представители других ведомств. На промплощадку прибыли сотрудники прокуратуры, Ростехнадзора, МЧС, а также руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Неницкого округа Альберт Чебдаров. На текущий момент есть положительный прогноз, что к концу недели, к воскресенью данный разлив будет и последствия разлива будут устранены. Силами организации решается вопрос о привлечении аварийно-спасательных формирований, которые работают на подряде у данной компании. В целом работа осуществляется с планом ликвидации чрезвычайных ситуаций разливов нефти на подобных объектов. Видим положительную динамику и обещают организации увеличить все штат людей, которые будут здесь находиться и заниматься ликвидацией. Сейчас природоохранным структурам предстоит выяснить, нанесен ли экологический вред окружающей среде. Ответственность за порчу земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.